Опять хулиганите? Почему хулиган? Вы знаете, почему хулиганите? Он не из тех хулиган. Составляете протоколами, понятно. Почему не понятно? Вполне понятно. Для вас понятно, конечно, понятно. Ну ладно, будем считать, что... Просто вы второй раз не уж попадаетесь. Опять увозите на штрафстоянку, да, автомобиль? Ну так, если предусмотрено. Но оно не всегда предусмотрено. Не всегда. Если может забрать водитель? Если без передачи, если без нарушения ПДД, то может. В смысле без нарушения ПДД? Передача без нарушения ПДД. Если другой водитель сядет и он в страховку не вписан, это нарушение ПДД. Ну это если не вписан? Нарушение. А если вписан? Ни нарушение. То есть отдадите автомобиль? Если эвакуатора не будет, то да. Все время автомобили забираете на штрафстоянку. Такое ощущение, что там вы заинтересованы в этом. Чтобы денежку там может сами делиться, нет? Если человек скажет, собственник, вот мой автомобиль, вы увозите, пожалуйста. Вот я передаю автомобиль человеку, который имеет право вождения этим автомобилем. Вы отдадите, отмените эвакуатор. Ну это в КОАПе прям прописано. Понимаете, я вам сейчас о чем говорю? Что кажется, вы должны сразу же отдать. Ну так можно сделать. Так нужно сделать, так по КОАПу требуем. Где вероятность того, что этот водитель обратно ему не передаст под управление? Ну в КОАПе про это не написано. Там написано, что... А такие случаи были. Когда передавали обратно машину, да и все. Ну так вас закон обязывает вернуть автомобиль. Зачем он обязывает меня в первую очередь машину эвакуировать? Нет. Почитайте внимательно. Там есть случаи, когда вы обязаны отменить эвакуацию. Просто я вас обращаю на это внимание. Чтобы не было в следующий раз таких ситуаций. Из-за вашего незнания. Оточните этот момент, пожалуйста. Так это единственное, почему бы... Нет, это не единственное. Я просто обратил внимание, что вы каждый раз увозите автомобиль. У нас всегда все увозят автомобиль. Не только я. Так надо не как все делать, а как по закону. Просто вы постоянно собственников транспортного средства оформляете как водители. Вот это меня смущает очень сильно. Вот я сейчас напьюсь, а у меня автомобиль стоит. Да, с моим автомобилем произойдет ДТП. Он наедет как положит. Я подоеду. Вашина-то стоит, все правильно же. Да. Вы не управляете. Все правильно. Ну, вы начнете оформлять меня. За то, что я пьяный. Так вы не знали, что ДТП. Почему? Мне сказали, что ДТП. Я подошел на место. Вы там находитесь. Вы же подошел водитель. Я говорю, я водитель. Вы не водитель на момент ДТП. Приезжайте на место ДТП и делайте вывод о том, что вот этот человек, не ехал в тот момент. Судя, узнаем. Конечно, он не ехал. Я удивляюсь, почему вы не оформили документы належащим образом. То есть он стоял посреди дороги припаркованной, да? Нет. Мы спросили конкретно про данного человека. Я вам ответил, что он не ехал. А вы откуда знаете, что он не ехал? Ну, потому что я знаю, у меня есть доказательства. Какое это доказательство? Ну, по логике нужно было взять объяснение у пассажиров. Согласны? Хотя бы у одного. Тем более, если там пассажиров было много. Или хотя бы фиксировать, если там кто-то отказывается давать объяснение. Вообще игнорируют то обстоятельство, что у меня в автомобиле находилось много людей. Мы не сняли ситуацию, кто был за рулем, это как бы не есть хорошо. Много вопросов. Почему в ночное время не обеспечили возможность связаться с защитником? Так защитник и не заявлялся. Как не заявлялся? Он нуждался в защитнике. Серега, нуждался человек в защитнике? А это кто решил? Вы решили так самостоятельно? Ну, он ходатайства никакого не заявлял же. Так что он нуждался в защитнике. Его у него спрашивали. Нуждается он в защитнике? Не нуждаются. Он давал утвердительный ответ, что нет, мне никто не нужен. Нет, не говорил такого никогда. Ну, задается же прямой вопрос всегда. Ходатайства будут, не будут. Это отражается в соответствующем муфе в протоколе. Видео-то есть, нет? Какое видео? Ну, вообще, видео, как там, все, процедура происходила. Ну, скорее всего, есть. В патрульном автомобиле ведется. Оно работает? Проверяли его? Ну, всегда проверяется, да. А то ж, может, файл-то не читается? Он невероятно и вообще не присутствовал. А что понятых-то не берете? Что с вами видео, да видео? А вы думаете, так просто понятых посрединного часа остановить, привлечь? Ну, просто, да. Одни таксисты сплошные кругом, которые торопятся куда-то. Я же не могу насильно привлечь? В любом случае, это как-то будет более надежно. Нет, более надежно будет с видео. Так в том-то и дело, а потом... Понятого может и обмануть, если что. А потом сотрудники заигрывают. Вы можете взять это, вызвать понятого и подговорить его. Вы думаете, эти люди, которые находились с ним в машине, вы не могли их подговорить? Да запросто. Слушайте, вы так все равно о всех плохо думаете. Я нет. Подговорить, кто-то повторно передаст автомобиль человеку в алкогольном опьянении. Надо искать все-таки, что мы все порядочные и добросовестные. Знаете, такое дело по спицу, но нет? Уже второй раз обжалуются. Думаете, увенчается успехом? Отменят 100%. Я даже могу с вами поспорить. Что вы будете делать, если в вас на дороге влетит такой же пьяный человек и начнет сам себя же выгораздовать с помощью такого же защитника? А что будете делать? В смысле? У нас человек невиновный, пока его не оказано решение, что он виновен. Ну это очевидно. Ну это для вас очевидно. Это вы уже изначально предвзяты к этому относитесь. Сколько его можно уже выгораживать всяких пьяных водителей? Мне вот это интересно больше всего. С чего вы взяли, что вот, допустим, спицын был пьяный? А он не был пьяный. А вы видели, как он себя вел? Мы говорили, что его доставили в бессознательном состоянии. Он ехал, там видео есть, он подевает матом сотрудников. Так где видео это? Я же не видел этого видео. Оно есть. Я лично видел. Где же оно? Нет, я видел там матом. Я не знаю. Матом был славу. Знаете почему? Потому что ему до этого руки ломали и ноги ломали. Потому что он сопротивлялся, потому что он ногами размахивал. Он не сопротивлялся. Сопротивлялся. Ну посмотрите видео. Я не знаю, какое вы видео видели, потому что нет вообще момента, почему ему одними наручники, почему его доставляли. Да, он вел себя неадекватно. С этим вопросов нет. Он попал серьезно в ДТП. Очень сильно ударился. Стоял, шатался даже. Не мог расписаться. Не мог, а не хотел. Да не мог. Не хотел. То есть, если бы он хотел, сотрудник, который составлял протокол, у него сколько, у него там, опыта 20, наверное, лет 20 этой работы. Я думаю, что он уже давно разобрался, кто притворяется, а кто нет. Поэтому он судей Беков Меков. Я не протовоз. Они приводили в чувство его пощечинами и нашатырём. Я не обрабатывался. И он разобраться не мог. Там же видео видно, что человек в несознании находится. Они его нашатырём приводили. Не рассказывайте сказки. Это же, блин, не, не, не. То есть, вы бедственный человек, который видит, что он, типа, понтворялся, да? Да, конечно. Ну, разве человек вот так вот падает, подложив руки под голову? Ему вызывали сонору. Он не падал в обморок. В тот момент он не падал. Ну, он прикидывался. Я ничего не слышу. Вы глухой? Да. Кто? Ну, это что это? Вы думаете, это нормально? Вы глухой? Да, я глухой. То есть, вы вот из всего-всего, что там было, вот это вот, за эту фразу зацепляетесь. Короче, вы вот сейчас вот цепляетесь вообще ко всем словам. Давайте помолчим до того, как нас позовут. И всё. Мы сейчас собрались. Я вам просто говорю о том, что старайтесь сделать всё правильно, по закону. Если вы пытаетесь оказать чью-то или нею, сделайте это грамотно. Хорошо, спасибо. Если человек отказывается от мета-свидетельствования, нужно это фиксировать в протоколе, а не пустой протокол в суд предоставлять. Два дела у меня таких уже. Так это не ясно. Я там вообще не был. Ну, я просто говорю, что вот ваши коллеги, которые вы говорите 20 лет опыта, до сих пор не знают, что нужно писать согласие, не согласен в протоколе на мета-свидетельствование. Ну, а не хочет он. Вот просто не хочу. Ну, значит, не зафиксировано само событие. Право нарушения. Верховный суд на эту тему сказал, я не знаю, почему мировая судья это проигнорировала. Ну, просто он ничего района скажет. У него случилось. Выше стоящий суд это всё отменит. Посмотрим, интересно. Ну, тогда смотрим, это уже интересно. Так что, может, к нам устроитесь тогда? Научите, будете наставлены? Я считаю, что я вас и учу. Я же для чего это всё делаю? Видео выкладываю. На ваши ошибки указывают. Он наставку делали. У вас как раз некомплект устраивайтесь. Я к вам не пойду почему, потому что очень плохое у меня отношение к сотрудникам полиции. Я знаю. Я это прямо говорю, не скрываю. Вообще, я считаю, что там не осталось нормальных, порядочных людей. Просто нет. Я думаю, что у вас в своё время было много хороших людей, но они просто все повольнялись, потому что в вашей структуре работать невозможно. Кому возможно, кому не возможно. Ну, я говорю, вот остаются именно те люди, которые я, соответственно, ещё можно и убью. Представитель Александрова Викторовича, представитель Александра Викторовича,ший Мамаев Владимир Владимирович, защитник. В судебном состоянии также явились свидетели Таблин Сергей Сергеевич и Журбан Михаил Владимирович. Дело рассматривается мировым судебным участком номер 4 Первомайского судебного района города Мурманска с мусором Евгением Николаевичем. Значит, согласно протоколу обнестративного правонарушения от 19 августа 2023 года, 19 августа 2023 года в 2.00 в 0.00 часов 30 минут в районе дома 16 по улице Щербакова в городе Мурманске Ландриев Александр Викторович управлял автомобилем Mitsubishi государственный номер Е630 NS51, находясь в состоянии опьянения. Чем нарушил пункт 2.7 правила дорожного движения Российской Федерации. Состояние опьянения было установлено в результате проведения свидетельствия прибором Алкотестер ПРОКОМБИ 6528.02. Показание 0,624 мг на литр. Мы самосудную вину не признаем. Строительства были следующие. На самом деле было ДТП, но мой подзащитный не управлял транспортным средством. Он находился в автомобиле не один. В автомобиле было 4 человека. Он находился на переднем пассажирском сиденье. Еще один парень и девушка находились на заднем сиденье. И за рулем был другой человек. Он был абсолютно трезвый. Он управлял транспортным средством. Именно это и могут подтвердить те свидетели, которых я прошу, чтобы вызвали в суд. Там обстоятельства такие, что машина перевернулась на бок. Все прекрасно видели, что там много пассажиров. И уверен, что свидетели дадут нормальные, правдивые показания о том, что кто был за рулем. Они пояснят, что мой доверитель не был за рулем, он и не мог быть за рулем. Каким образом, кто вышел из машины, там очевидно будет, что мой доверитель не был за рулем. Потому что водитель, который управлял транспортным средством, он оставался в автомобиле, находился за рулем. Все были пристегнуты, я имею в виду, пассажир передний, мой доверитель и водитель. Мой доверитель первый покинул автомобиль. Потом они с водителями тех автомобилей, которые попали в ДТП, они вместе переворачивали этот автомобиль. Мой доверитель там отключал, что-то нам такое связано, чтобы машина не загорелась. Аккумулятор? Да, возможно, да. Соответственно, они не могли не видеть то, кто был за рулем. Мой доверитель не мог технически находиться за рулем, потому что там особо особенности машины. Вы можете назвать фамилию, имя, отчество, место жительства человека, который находился, по вашему мнению, за рулем? Ситуация такая, что компания, которая была, молодая девушка, парень и другой человек, это, скажем так, знакомый не очень долго. И, соответственно, установить где, как и прошло уже сколько времени, сейчас не представляется возможным. Сидели компания, отдыхали, конкретный человек не употреблял никаких спиртных напитков, потому что предполагалось, что он будет компанию развозить на автомобиле и тому подобное. Кому автомобиль принадлежал? Кому автомобиль, моему доверителю принадлежит. Ну, обычно, когда кто-то приходит, там на какие-то праздники и тому подобное, всегда есть так называемый трезвый водитель, который всех развозит, который вот так вот берет на себя эту функцию, вот он не употребляет спиртные напитки, но вот я считаю правильно. Хорошо. Я так понимаю, что все общались в одном кругу и вместе возвращались, правильно я понял? Значит, какие-то общие связи имеются? Каким образом все встретились? Ну, уважаемый суд, я хотел бы обратить внимание, что мой доверитель не хочет, видимо, подробности какие-то рассказывать, связанные с характеристиками тех людей, ну, втягивать их в это дело. Ну, если вы доказываете свою невиновность, наверное, вы заинтересованы в этом? Мы заинтересованы, если свидетели подтвердят то, что вот этот человек не находился за рулем, он находил то-то, 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 там был другой человек, уже не имеет значения, кто конкретно был за рулем, потому что главное, что мой доверитель не был за рулем. Мы, в принципе, не должны доказывать, кто конкретно был за рулем, нам главное доказать, что мы не были за рулем. А это, как бы, можно установить и без установления личности того человека, кто был за рулем. Потому что есть там определенные обстоятельства, почему тот человек пожелал остаться неизвестным в той ситуации, потому что, ну, есть там определенный момент, я думаю, сотрудники. Хорошо, тогда у меня будет к вам вопрос такого характера. Вот данное обстоятельство сотрудникам ГИБДД ваш подзащитный пояснял о том, что не он находился и он желает... Он пояснял о том, что с ними есть трезвый водитель, он это им пояснял. Более того, вот этот водитель, он присутствовал рядом, как бы, он даже там на видео что-то снимал. То есть они знали, что в автомобиле находились 4 человека. Соответственно, они ни с одного не взяли объяснения. Они моему подзащитному не обеспечили возможность воспользоваться защитниками. Вдовитель нуждался в защитниками, но у него возможности не было. Во-первых, растерялся, не знал, как себя вести, соответственно, делал то, что ему говорили. Сказали продуться, он продувался. Сказали тут расписаться, он расписался. Но фактически ему права не были разъяснены. Возможности воспользоваться услугами защитника у него не имелось. То есть у него не спрашивали, нуждаетесь вы защитник или нет. Вопрос даже такой не стоял. То есть если бы спросили, он естественно бы сказал, что конечно нуждаюсь. Вопрос только, где его в данный момент взять, но и что-то подобное. То есть ситуация такая, что просто взяли человека, кого проще было оформить. Собственник, вот документы, вот его взяли, просто оформили и все. Не вникая в подробности. Почему? Потому что как минимум нужно было допросить пассажиров автомобиля. Тем более они все там были на месте. И девушка, парень, соответственно. И водитель. Почему они ни с кого не взяли объяснение, это вот очень странно. Более того, они стараются скрыть вот это обстоятельство, что в автомобиле было несколько человек. Хотя про других водителей говорят, что допустим, в объяснении там, один он был, не один он был. Тут они придают значение этому. А то, что мой доведитель был в автомобиле не один. И то, что он был пассажиром, то, что они не спросили, кто был за рулем, кто где сидел. То есть вот эти обстоятельства, они вообще не исследовали. Хорошо. Ладно, присаживайтесь. Все материалы у нас исследованы. Дополнения к исследованным материалам имеются? На данный момент не имеются. Хочу обратить внимание, что объяснение моего подзащитного мы не подтверждаем. Они были даны в отсутствие защитника. И не соответствуют обстоятельствам дела. Составлялись сотрудниками полиции. Мой подзащитный подписал это, не осознавая данных объяснений, которые составлены сотрудниками полиции. Поэтому мы в данном судебном заседании их не поддерживаем. Это недопустимое доказательство. Потому что с нашей стороны не поддерживается объяснение по данным в ходе судебного заседания. Итак, давайте исследуем диск CDR. Видно, каким образом он берет объяснение. Первый момент самый важный. Права не разъясняются. Он написал якобы мною прочитано, что не соответствует действительности. Все документы он таким вот образом подписывает, не читая. Также мы видим, как подходит другой человек. Это водитель, который снимает на свой телефон вот эту ситуацию. Ну, по какой-то причине он не стал говорить о том, что я был водитель. Потому что, видимо, может быть, боялся ответственности какой-то за ДТП и тому подобное. Ну, это уже его, скажем так, ситуация. Потом хочу обратить внимание, что протокол сотрудник составлял в отсутствии моего доверителя. Точно так же не разъяснял права, сославшись, ранее вам разъяснял. Ну, ранее этого нигде нету. То есть, начинается процедура составления протокола. Это отдельный протокол об инициативном правонарушении. Там нужно четко разъясняться права, обязанности, там, право на защитника. Он не понимает вообще, как себя вести. И даже спрашивает совета у сотрудника полиции, что мне в этой ситуации делать. По поводу правовой помощи, как отвечает сотрудник полиции, что я, типа, пьяный за рулем не езжу, типа, я, там, условно говоря, вам посоветовать ничего не могу. Ну, то есть, вот видно, что моему доверителю права не разъяснены, и он не владеет ситуацией, как себя правильно вести. Объяснение и протокол, который подписывал мой доверитель, они не отражают ту действительность и те объективные данные, которые должны фиксироваться данным протоколом. То есть, вот хочу на это внимание обратить суд. То есть, вот основные моменты вот эти. Хорошо, просаживайтесь. Журба Михаил Владимирович, инспектор третьего взвода, отдельный рот ДПС. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, какие автомобили участвовали в ДТП? Можете, так сказать, марки, свет? Давайте сразу так, сразу вам разъясню. От вас требуется, во-первых, только то, что вы помните. И если вы чего-то не помните, придумывать, догадывать не нужно. И только то, что знаете вы. Именно свидетелем каких обстоятельств являлись вы. Не со слов, где-то услышали. А то, что касается конкретного вас. Какую информацию располагаете лично вы, вы с вами марка? Все, продолжайте. Участвовали автомобили Ниссан, ну по типу внедорожника. Был, значит, Рено Логан, он располагался по Щербакова, в районе улицы Щербакова. И вот автомобиль вот этого вот участника, я не помню марку, то ли Subaru Impreza, то ли Nitsubishi. Ну, на Subaru Impreza больше похоже. То есть марки вы помните, а цвет, можете сказать, Логан какого цвета? Светло-серый, по-моему, был. Но Ниссан, честно, в темноте темный оттенок я не помню. Ну, темного цвета. И вот Subaru был синий. Хорошо, скажите, пожалуйста, были ли пассажиры в автомобиле моего подзащитного? Ну, на тот момент, когда мы приехали, там ходили какие-то люди, кто-то сказал, что это просто группа поддержки, которая пришла, кто-то сказал, что да, это пассажир, но я как бы не стал разбираться, кто из них был в автомобиле, кто не был. Брали объяснение у моего подзащитного? Его брал напарник. Вы не брали? Я не брал. И сразу фамилию укажите напарника. Таблин Сергей Сергеевич, тоже инспектор. Скажите, пожалуйста, должны ли вы выяснять наличие пассажиров, кто пострадал, не пострадал при рассмотрении вопроса? Конечно. Первым делом мы узнаем, пострадал ли кто-либо в ДТП. И когда мы получаем отрицательный ответ от всех участников, то, ну, там, понятное дело, если кто-то пострадал, там материал оформляется несколько по-другому. Хорошо, такой вопрос. Конкретно беседу с моим подзащитным вы вели какие-то объяснения устные, письменные, брали, как-то беседовали, может быть, выясняли, есть ли пассажиры, есть ли пострадали? По-моему, вероятно, я у него вкратце спрашивал, что в целом произошло, но именно документировать я это... Судья, вопрос возлучал так, и судья обратил внимание, что вы непременно, а вот точно скажите, брали, не брали? То есть предположение не имеет. Нет, 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 как бы объяснение однозначно, что не брали, уже ответ там. Да. А вот вопрос стоял таким образом. Вы, конечно, имею в виду, просто беседу. Да, вы конкретно беседовали в тот день с конкретным правонарушителем. Ну, если только спросил, кто участник, кто в автомобиле был, указал там проследовать в патрульной автомобиле, вкратце спросил, что произошло. Какую информацию получили, расскажите? Честно, не могу сказать. Не помните? Не помню. Не помню. То есть точно спрашивали, но сейчас вспомнить не можете детали, правильно? Не могу вспомнить детали. Но разговаривали? Да, разговаривали. И конкретно про пассажиров спрашивали? Ну, нет, про пассажиров я не интересовался. Я интересовался непосредственно у тех, кто присутствовал на месте, но не у него. Смотрите, у меня вопрос звучит относительно моего подзащитного. Сейчас мы хотим выяснить вопрос. Беседовали вы и на какие темы? Понятно, что письменно вы ничего не оформляли. Я просто хочу понять, почему у вас сейчас появилась версия о том, что там группа поддержки пришла. Откуда у вас такая изнародная ситуация? Потому что я спросил у присутствующих людей, у него я не спрашивал. Подождите, давайте начнем, вернемся к этому присутствующему. Конкретно, по-моему, на видео. Скажите, пожалуйста, с ним вы вели разговоры? На какую тему? Я не вспомню это вот так вот на вскидку сейчас. Ну что, уже ответ есть, ни кем не цените. Вы ничего не помните. Хорошо, тогда вот раз вы говорите, что сделали выбор, что пришла группа поддержки, с кем конкретно вы разговаривали? А я не помню. Хорошо, а почему вы решили тогда, что группа поддержки пришла? Поддержки к конкретно? Какое это имеет отношение? Я прошу снять вопрос, я считаю, что она имеет отношение. Смотрите, пожалуйста, если там были какие-то другие участники, с которыми вы вели какую-то беседу, какую-то информацию из этой беседы подчеркнули, нас все-таки будет интересовать. Я понял. Ну, я не знаю, я не запомнил никого из них. Ну, предположим, что вы никого не запомнили. Но можете нам сказать, какую вы информацию подчеркнули, вот когда опрашивали окружающих там, кто присутствовал? Я узнал, что кто-то из них был пассажиром, и кто-то из них подошел после. Все. Это все, что я узнал. Ну, правильно, вы все правильно выясняли. Пассажиры были. Это были пассажиры. У других водителей вы брали объяснение, а у моего подзащитного вы не брали. Брал, да, коллега. Потому что он практически с самого начала ДТП находился у нас в патрульном автомобиле. А скажите, пожалуйста, вообще, кто определяет круг лиц, у кого нужно взять объяснение? На усмотрение инспектора. Ну, я спрашиваю, кто? Я в первую очередь всегда беру у водителей. Ну, я спрашиваю, кто определяет? Он говорит, инспектор, у вас там было двое. Определяет тот, кто составляет протокол, он дает распоряжение, допустим, и там... Мы сами между собой договариваемся, кто у кого будет брать объяснение. Я сказал, что я возьму объяснение у других. Я про другое спрашиваю. Я хочу понять, почему вы определили круг лиц, с которых нужно взять объяснение, вот только вот такой. А не взять объяснение с пассажиров, в частности, моего доверителя. Потому что мне было достаточно той информации, которую я получил у других водителей. И также я узнал от напарника, что данный участник ДТП подтвердил то, что он управлял. Хорошо. Вот вы дали объяснение у двух водителей. Каким образом они подтвердили, что водителем был именно мой доверитель? Они называли фамилию, они, может быть, пальцем указывали. Как они его назовут фамилию, если они его не знают? Ну, они, может быть, пальцем указывали. Ну, я не помню, в каком виде я брал объяснение. Я поэтому вас и спрашиваю. Как вы определили, что за рулем был мой под защитой? Я опрашивал на улице. Возможно, я где-то спросил, показал пальцем, кто из них был за рулем. Возможно, кто-то... Давайте вот, несвозможно. Конкретно, конкретно, то, что вы знаете. То, что вы знаете. Время не прошло два месяца, я не запомню все до таких вопросов. То есть, тогда не говорите возможно. Говорите, что там... Это предположение, у нас предположение не интересует. Тогда у меня следующее вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы брали эти объяснения? На улице. Вы в этом уверены на сто процентов? Да. Я брал их на улице. Сколько раз вы брали объяснение на улице? Я часто беру объяснение на улице, если я не имею такой возможности сделать это в патрульном уровне. А вы понимаете, что ваши объяснения зафиксированы на регистраторе? То, что вы говорите, что вы брали на улице, это не соответствует действительности. Вы даете заведомо ложные показания. Давайте так, я... Я не считаю это заведомо ложным показания. Давайте так, объясните, почему вы даете достоверную информацию. Давайте так, немножко вы... Вы допускаете, что вы могли именно по этому случаю брать объяснение находясь на автомобиле? Ну, в полоборота сидя, если... Ну, возможно, я сидел, брал объяснение с открытой. Но кого-то из них я точно опросил на улице. Ну, может быть, вы опросили, а заполнили где, если бы... Вы же не могли истории заполнять? Я могу истории, опершись на крышку багажника это делать. Мне вообще... Если я вам скажу, что мы изучили видеозапись из патрульного автомобиля, который предоставлен из данного материала, из этой видеозаписи видно, как вы сидите на заднем сидении, открыта дверь, и напротив открытой двери стоят свидетели, от которых вы отдохнули. Вы такое допускаете? Допускаю, конечно. Если на видео есть туда... Я же повторюсь, прошло больше двух месяцев, я... Ну, сколько ДТП было? У вас же сделали замечание, что не надо на предположениях, потому что на ваших предположениях зависит судьба человека. Вы говорите только то, что помните. И точно уверены в этом. Если вы не уверены в чем-то... Ну, хорошо, я подтверждаю, что я не уверен в том, что говорил, что... Ну, потому что эти обстоятельства просто проявляются той запись, которая наследует. Там видно, что вы сидите на заднем сидении. Ну, хорошо, да. Я не отрисую. У меня в связи с этим опять вопрос. Только вы скажите уверенно. Помните, не помните, знаете, не знаете. Так, все-таки, каким образом вы сделали вывод про объяснение с тех водителей, которые присутствовали возле автомобиля, вы сидели внутри и у них спрашивали, каким образом вы пришли к выводу, что именно мой доверитель был за рулем и управлял транспортным средством? Я не скажу. Почем показывали? Конкретно вы говорили, вот этот человек был друг. Как вы пришли к выводу? Еще раз обращаю внимание. Я не скажу, потому что я этого не помню. Возможно, он показал прямым жестом на этого человека. Возможно, он... Еще раз, я вас очень прошу. Без слова возможно. Это либо было, либо не было. То есть вы предположили, что данный человек, и когда брали объяснение, не конкретизировали конкретно, кто был за рулем. Я этого не помню. Водитель, конечно, у какого-то автомобиля в любом случае есть. Вопрос в том, что когда берут объяснение, и непонятно вообще, о каком водителе идет речь. Это непонятно из письменных объяснений, это непонятно из видеозаписи. Потому что там нет конкретно указаний. Ну, нету ничего. Почему? Человек должен сделать вывод, что... Я не понимаю, каким образом указали именно на этого водителя, озвучили словесно, либо показали жестом руки. Я вам еще раз говорю, что есть видеозапись. Стоп, при вызвании. Стоп. Договориться. Да. Я помню, что я там дальше как-то конкретизировал, что именно был именно вот этот водитель. Каким образом подтверждено это было, я не помню. Ну, как? Ну, вы видите, я каким-то образом конкретизировал. Каким образом? Мы просмотрели видеозапись. Никаким. Ни бумажном виде, ни аудио, ни визуально, никак. Ну, скорее всего, мне это на улице уже озвучили, показали. Я все, что услышал вкратце, я потом в дальнейшем отразил на бумаге. Рядом с теми водителями, которых вы опрашивали, еще стоял какой-то человек? Если стоял, может быть, он что-то производил, видеофиксацию или еще что-то. Ну, человек, который находился в том автомобиле, в котором находился мой доверитель. Был какой-то молодой человек, который вел съемку на телефон. Но я не был уверен, съемка это или нет. Возможно, он просто включил режим фотоаппарата на телефоне. Но он держал телефон так, будто он ведет съемку. Это вот я запомнил. Его вы опрашивали? Насколько я помню, он сказал, что он вообще не имеет никакого участия в данном ДТП. По-моему, он подошел позже. Возможно, напарник помнит. Я прошу сделать замечание, чтобы вот эти возможности просто не звучали. Не надо фантазировать. Возможно, нас не интересует. Нам нужно то, что вы помните, исходя из того, что вы почерпнули в тот день. Вот вы помните? Я помню этого человека. Я помню то, что он делал, ну, предположительно, вел видеосъемку. Я у него задал, по-моему, задал ему какой-то вопрос. И все. Ну, честные вопросы я этого не помню. Видел, что он делал. Видел, у него был телефон. Меня это никак не смутило. Все. Как он, в связи с чем он подошел? Он не уточнил. Находился ли он в автомобиле моего доверителя? Ну, пассажир, либо водитель. Я не знаю, находился он в автомобиле или нет. Были ли он в той группе, как вы говорите, поддержки? Либо он был в группе тех людей, которые были пассажирами? Чтобы столько много вопросов не задавать, просто сначала уточним. Вот у этого человека обстоятельства в ДТП вы интересовались? Я задал краткий вопрос, имеет ли он отношение к ДТП. Что он ответил, я не помню. Он присутствовал возле патрульного автомобиля. Я, по-моему, он даже подходил к открытому окну со стороны, когда его опрашивали. Он присутствовал рядом с патрульным автомобилем. Дальше, ходил ли он там за мной, когда я схему составлял. Я этого сказать не могу. Я помню, что он присутствовал возле автомобиля нашего. Но вы его не опрашивали? Нет. Только один вопрос задали, так я так понимаю. Да. А откуда он взялся ночью? А я откуда знаю? То есть просто вот, ни с того ни сего, откуда-то ночью появляется человек, начинает вас снимать, и у вас не возникает никаких вопросов. Пусть снимает, ради бога, мне же не закончено. Никому же, а с ним не возникли вопроса, да? Нет. Давайте я прямо вас. Может, он хочет просто в ДТП-ЧП это выложить, да и все, да и ради бога. Ага, хорошо, понятно. Ну, теоретически, может любой человек, да, подойти и начинать снимать. Он не снимал документацию какую-то служебную, какие-то документы, которые мы взяли у других участников, протоколы и тому подобное. Да ради бога. Ну, в принципе, к данному сотруднику у меня больше нет вопросов. Почему? Потому что, в принципе, объяснение с моего доверителя он не брал, протокол он не составлял. Пояснить толком нет, не может вообще. Про участников. Конечно, нет. Про кто, кто все-таки определяет круг лиц, которых нужно опросить, он тоже пояснить не может. Я так понимаю, что вот если посмотреть на те материалы, которые представлены в суд, могу сделать анализ о том, что каждый из вас занимался разными материалами. Я так понимаю, вы занимались материалом о дорожно-транспортном происшествии? Да, я составлял схему, справки, выносил решение, объяснение с других участников и занимался задержанием транспортного средства под конец. А ваш напарник? Фотографированием еще занимался. А ваш напарник конкретно занимался? Конкретно вот с этим участником. Он полностью, насколько я помню, занимался его оформлением по 12.8.1, то есть это начиная от отстранения, заканчивая протоколом и объяснение. Потому что я помню, что я его не опрашивал. Слышали какие-то давал объяснения в Андре? Нет, он находился отдельно в патрульном автомобиле. И я в этот момент ходил и составлял схему ДТП. Хорошо. Вот вы сказали, что автомобиль Subaru. Допускаете, что этот автомобиль был не Subaru, а Mitsubishi? Ну, скорее всего, да. Потому что, ну, внешне он мне напоминает Subaru. Я сейчас, я не вспомню эту марку. Но я помню, что данный участник уточнил, что этот автомобиль довольно редкий. И в городе он там, ну, по-моему, может, пара штук таких есть. Вполне возможно, да, Mitsubishi. Ну, редкая модель. Но я спутал с другим автомобилем. Просто я говорю, что согласно материалу дела данный автомобиль является Mitsubishi. Ну, какая модель у вашего Mitsubishi? Аиртрек. Аиртрек? Да. А что это за машина такая? Аутлендер. Аутлендер? А почему Аиртрек? Как называется? Американец, что ли? Да. Японец. Японец. Японец? Или американец? Почему? Ну, есть Аутлендер. Я знаю, что такое Аутлендер. А что такое Аиртрек? Не знаю. Одинаковая машина. Одинаковая? Да. Но это разные рынки. Почему разные названия-то? Кузяш не знаю. Я что-то подумал. Ну, это обычно названия изучаются, например, американские проверения. Они по-другому называются. Я просто купил, но я не очень сильно интересовался. Ну, понятно. Понятно. То есть вы допускаете, что это был на самом деле автомобиль? Ну, да. Скорее всего, Mitsubishi. Я просто не запомнил марку. Вы составляли другой административный материал. В 12.15, да? Или нет? Да, 12.15. Часть 1 будет. А вот эти объяснения все-таки в рамках какого дела брались? По 12.15 или по 12.8? Эти объяснения брались в первую очередь по материалу ДТП. И потом я, когда вкратце узнал, что произошло, я когда узнал, что у него есть признаки опьянения, я уже уточнил у других участников про вот эти вот самые признаки. И потом эти материалы были отксерокопированы и приложены. Одни были приложены к материалу по 12.8 часть 1, другие были проложены к материалу по ДТП. Правильно я понимаю, что материалы дела, а именно по статье 12.15 в виде объяснений использовались в виде копии документов в другом деле. То есть отдельные объяснения не брались? Не брались. А зачем мне брать отдельные объяснения, если я могу все указать в одном? Я так часто делаю, это нормально, и всегда полностью описываю всю картину. Я могу взять максимально подробное объяснение по всем фактам. А почему тогда вы не брали объяснения с моего доверителя? Так потому что я знал, что его опрашивает мой напарник. Смотрите, вы составляли материал по 12.15, соответственно, чтобы объективно рассмотреть, делая, вынести постановление, поскольку вы вынесли прямо на месте постановление. Я постановление составил позже, под конец. Ну на месте это было, правильно? Ну конечно. То есть это было без составления протокола, насколько я понимаю. А зачем мне составлять протокол, если человек был согласен с нарушением, смененным ему, если это все происходило в один промежуток времени, в течение пары часов? Но вы же с него объяснение не брали, как вы... Так я потом уже, я когда, вот я составлял, я уже сказал, что я составлял под конец. Я уже потом узнал, что у напарника, что... Я узнал действия вот этого водителя. Любые ваши действия должны оформляться процессуально, упаковываться, понимаете? Если вы берете объяснение, это не просто устно поговорил, а оформил документально. Так вот поэтому я вас спрашиваю, каким образом вы составляли постановление, не взяв даже с него объяснение. Так оно было взято другим напарником, я вам еще раз говорю. Так постановление же вы выносили? Ну я выносил, да. Вы рассматривали дело? Какие материалы дела вы рассматривали, когда вы носили постановление? Остальные материалы дела, объяснение других участников я изучил, я узнал. Так а почему вы не брали объяснение моего доверителя? А чем это регламентировано, кто должен брать объяснение? Ну как минимум, его права будет объяснение. Он дал объяснение, и ему разъяснены были права другим сотрудникам, повторюсь. А по сути, мы не составляли вы, а когда разъясняли другой сотрудник? Хорошо. Давайте я составляю другой вопрос. Я ему перед тем, как составить постановление. Лично вы, лично вы. Так, давайте, стойте, я остановлю вас. А вообще мы, кстати, занимаемся сейчас 12.8, часть 1, а не конкретно. Да, вот я хотел вас вернуть немного, давайте, нас сейчас интересует 12.15, это у вас там отдельная история, вы будете разбираться в районном суде. Сейчас давайте оставаться в обстоятельствах тех, которые мы рассматриваем. 12.8, часть 1. Да, скажите, пожалуйста, лично вы разъясняли права моему доверителю? Лично вы. Так, это было в патрульном, я помню, что я его ознакомил в патрульном автомобиле. Но, по поводу разъяснения с постановлением. Но, опять же, это другое... Вы просто отверьте на вопрос, разъясняли вы права моему доверителю, да или нет? Перед тем, как составлять административный материал по отношению него, нет. Все, спасибо. По поводу постановления сказать не могу. Ну, что я... Конечно, мы не будем тогда в этом процессе рассматривать. То есть права не разъясняли? Я не разъясняю. Пока у меня нет вопросов, больше. Конкретно в рамках 12.8.1 я не разъяснял ему ничего. Все, понятно. Хорошо. И еще раз все-таки вот задам вам вопрос. Как бы вам задать этот вопрос? Давайте я вот просто вам задам вопрос. Вы уверены в том, что вы получили информацию от других участников дорожного происшествия о том, что автомобиль Моцебищи управлял именно у Андреев? Да. Почему? Опять же повторюсь, как именно я эту информацию... Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Не торопитесь. Не надо лишнего говорить. Почему тогда вы это никак не зафиксировали? Каким образом? Ну, например, взять объяснение от того человека, который пояснил вам, что вот этим автомобилем управлял вот этот человек. Вы имеете в виду приметы какие-то указать в этом? Ну, не знаю, приметы, может быть, фамилию, может быть, как указал пальцем на данного гражданина или как-то вот, ну, чтобы вот зафиксировать данный факт, что какой конкретно человек вам сказал, что я видел, что этот человек управлял автомобилем? Я не помню. Тем более, вы же сами говорите, что было много участников там ДТП, три автомобиля, как минимум три водителя, каких-то автомобилей были еще другие, я так понимаю, там много было людей, да? И как-то вот зафиксировать тот факт, кто все-таки вам сказал, что вот этот, а не какой-то другой человек управлял автомобилем? Я этого не скажу, потому что... То есть вы в этот момент не зафиксировали письменно? Только узнали и все. Мне нужно просто посмотреть это объяснение, и я скажу. Объяснение какое? Которое я брал. От кого? Потому что опять же, я не помню, в каком виде, ну, не в каком виде, как, что я именно там указывал. Хорошо. Давайте я вам дам ознакомиться с этими объяснениями. Я допускаю то, что я не указал каких-то примет. Ну, просто, если я вам дам ознакомиться с этими объяснениями, которые выставляли, вы дадите какие-то пояснения, что-то сможете вам узнать? Да, да. Попробую, во всяком случае. Хорошо, давайте перерыв 10 минут. Ознакомиться с объяснением, что можете сказать по данным объяснениям? Могу сказать, что да, надо было конкретизировать хотя бы приметы, во что было нет. То есть вы с вами согласны, да, что вот те объяснения, которые вызвали от свидетелей, они как бы в отношении водителя Мецубиши обезвлечены. Да, вот это не конкретизировано. Я могу сказать, что если пригласить свидетелей, они точно узнают. Вот видите, правильно вы приходите к выводу, да, почему вы приходите к такому выводу? Ну, это не конкретику, я не внес. Вот видите, мы теперь приходим к выводу, что нам нужно теперь вызвать свидетелей. Ну, да. Вот видите. Вот это вся суть, что, наверное, нужно было как-то прокуратизировать. Да, они подтвердят, потому что они сказали, что да, я то, что это не внес, я признаю. То есть вы уверены, что данные свидетели указали и не на авандрия, и ни на какого-нибудь другого? Да, уверен. Потому что один из них, судя по объяснению, он лично помогал водителю, то, что, ну, вот я взял и писал, перевернуть автомобиль. А вы можете прям по-моему рассказать, как вам он рассказал, как переворачивать? Ну, это будет очень интересная информация. Да, как вы указали. Я подошел, вышел водитель, я помог ему перевернуть автомобиль. Вышел? Красс. Так, расскажите, вышел это как? А что вы вышел, да? Ну, возможно, он видел момент, когда он выходил. Смотрите. Возможно, он помог. Я не могу рассказать конкретику. Если нет, то не надо фантазировать. Я не могу конкретику. Сожалуйста, хочу обратить внимание, что якобы какой-то разговор, но начинается этот разговор на фантазиях. Если вы не помните разговор с тем водителем, тогда не надо придумывать о том, что тот водитель сказал, что тот, кто, кто. Я не придумываю. Я не придумываю. Давайте там, стоп, остановитесь. Эти события. Инспектор? Да. Вот, давайте так, здесь не дискуссия, здесь вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я так вас помню, что вы не можете конкретизировать этот момент, поскольку у вас фиксировалось только то, что этот водитель сказал именно вот там. И все. Все верно. Все. Тут как бы понятно, не стоит сейчас вдаваться в дискуссию. Да, все-таки задержание транспортного средства так же составлял не я. Ну, вот это я тоже понял. Ну вот, видите. Поэтому, я говорю, что вот нужно только то, что вы помните, чтобы вот не носить никакие противоречия в материалах дела. Хорошо. Вопросов у нас больше? Нет. Уже к вам больше вопросов нет. Спасибо, что явились. Нам от вас требуется только то, что помните вы. Я понял. Я понял. И ничего домыслировать не нужно. Вот, если вы что-то не помните, не нужно домыслировать и предполагать. Просто тогда отвечать, что эти части я не помню. Все, что помните, пожалуйста, с вами сложите. Понятно. Вот так, чтобы было. Хорошо? Да, все понятно. Нет. Где вы составляли этот протокол? В патрульном автомобиле. В патрульном автомобиле. Скажите, пожалуйста, где в этот момент находился мой подзащитник, Ландарев? В патрульном автомобиле рядом со мной. Это вы точно знаете? В вас какой именно момент 400... Мне интересует ли момент, когда вы составляли протокол. Выполнял бы вам протокол. Нет, давайте так. Что, ни какой у вас момент интересует, а вот как поставим вопрос, так вы отвечаете. Хорошо. Не помню. Потому что, возможно, выходил из автомобиля гражданин к своему автомобилю, ну, к разбившемуся. Хорошо. Вы разъясняли права моему подзащитному при составлении протокола об административном правонарушении? Я ознакомлю его с 51 статью, статью 25.1 КАП, непосредственно, когда, соответственно, право объяснения у гражданина и при ознакомлении с протоколом. Давайте еще раз задам вопрос. Ну, ответ-то, в принципе, последовал. Ответ-то не получился, потому что я не спрашивал про объяснение. Про объяснение я отдельно спрошу. Я спрашиваю при составлении протокола. Вы разъясняли до проведения процедуры? Может быть, это было задание вопросов, что первоочередное было? Протокол или объяснение? Конечно, объяснение. Объяснение? При том, когда Вы отбирали объяснение права, разъяснялись? Конечно. Перед тем, как брать объяснение, заполняется бланк. То есть, кто берет объяснение, мои данные, данные гражданина, адрес проживания, работает-не работает. После чего ставят под подпись под ознакомлением с статьями 17.9 задачу важных показаний, статья 25.1 КОАП, 15.1 Конституции и то, что русским языком, весь выбор не пилочек. Только после этого за бюджетным наберется объяснение. То есть, когда будет все объяснение. Я так понимаю, раз объяснение было первоначальным, значит, протокол был после объяснения. Ну, конечно, а как я могу представить протокол? Вот когда протокол составлялся, права разъяснялись? Конечно. Второй раз? Два раза, да, объяснял. Два раза рассказали о защите его права. Обязанности. Уверен в этом? Да, он что два раза объяснял. Ну, не вспомнил, до моего заполнения протокола нет, но до его доказания, до того, как он расписывался в протоколе, ему все было разъяснено. То есть, мы выставляем, какой именно момент разъяснял ему его права обязанности. До начала заполнения протокола, может быть, в процессе заполнения протокола, но это было точно до его подписи. То есть, до того, как где-либо он ставил протокол или какие-либо подписи, ему еще раз озвучивались его права и обязанности. Скажите, пожалуйста, вы допускаете, что первоначально, когда вы обирали объяснение, вы разъяснили права и обязанности? Да. Повторно, когда составляли протокол, вы не разъясняли права и обязанности, указав о том, что ранее вы уже их разъяснили. Когда отбирали объяснение? Мы допускаем. Допускаете такое, да? Ответ. Да, он, в принципе, это видео подтверждает. Смотрите, пожалуйста, вы тогда составляли протокол. Что было приложением к этому протоколу? Как вы пришли к выводу, что есть признаки административного правонарушения у малой подзащиты? Да, разрешите ли вам, я пишу, как мы прибыли на место ДТП. А, ну давайте, давайте, что же вы помните. Соответственно, время сейчас не вспомнили, какое было время, и помню, что было не начало время. У нас журналист сейчас отправил на место, обозначив адрес, что там в основании трех автомобилей было. А мы, по-моему, трех. Да, там трех был. А мы прибыли на место, там стояло глупо людей. Когда мы к ним подошли, мы в первую очередь спрашиваем. Сразу уточню, вы вспомните, сколько было людей? Не вспомню, потому что... Примерно, примерно. Ну, человек... Два, пять, десять, семь стояло. Ну, примерно около семи человек. Ну, руководая, да. То есть мы подошли, сразу первый вопрос был, кто водители. Там стояли... Кто задавал этот вопрос? Ну, не вспомню, точно. Не помню. Задается вопрос от водителя, ну, то есть участники ДТП. Там находился водитель автомобиля Ниссан и второй, по-моему, Рено были. И третий вот человек, ну, Ландрив Александрович Владимирович, если я не правильно понимаюсь. Соответственно, участники ДТП в сатамбиле Ниссан с автомобилем Рено указали на гражданин Ландрива. Соответственно, Истан Ландрив пояснил, что он был водителем, а он находился в водителем автомобиле. После чего я напарню предсказал, чтобы он... Ну, мы разделили какие-то обязанности, в том плане, что я занимаюсь оформлением, ну, с каждой милом иду, а он объяснил, пообщается с другими участниками, ну, какие-то мощные намерения. Когда я посадил автомобиль, я говорю, Данил Ландрив, при общении с ним сразу был почувствован запах алкоголя. Соответственно, взяли с ним, я взял с него объяснение. Он подтвердил в объяснении, что, да, он употреблял до ДТП спиртной напитки. Соответственно, после этого, после того, как я взял с него объяснение, как он расписался, был распространен гражданин, пусть ему было все разъяснено. В плане, что, так как ему имеются признаки опьянения, он будет распространен от управления транспортными средствами, на основании статьи 27.12 КУАП. После этого ему будет предложено пройти освидетельствование на месте при помощи прибора аэрокотектора простого комбия. Соответственно, отстранили его. После этого будет предложено пройти. Гражданин согласился. Результат показал, не вспомнил, какой был результат, но будет положительный. Да, будет положительный, соответственно, гражданин. Был согласен с результатом. После этого, соответственно, был составленный протокол. Ну, соответственно, когда, ну, дополним, когда я брал объяснение с гражданина, когда я почувствовал запах алкоголя, соответственно, ему было все озвучено. Напарник заглянул в машину, потому что он не только схему рисовал, но, честно вспомню, соответственно, было ему озвучено, что у гражданина есть признаки опьянения, и необходимо поподробнее взять объяснение с других участников. То есть, кто находился за другом, находился ли он в поле зрения, то есть, употребляли ли он в поле зрения, чтобы он более подробно взял с ним и других участников. Вы сейчас что-то помните? Ну, в том, что там был полный нюанс, а в том, что он интересовался, что будет, если вам откажется прохождение. Помните, там был такой разговор, соответственно, я вам озвучил, что если он окажется, то прохождение на месте, ему будет предложено проехать в МАН, в медицинский архитектурный диспансер, для прохождения медицинского, свидетельствования. Либо же, если результат при прохождении на месте, при помощи алкоголектора, просто о комбии, если он будет отрицательный, признаки будут иметься, он будет направлен в Нурманский алкоголекист-диспансер, потому что признаки есть, и результат отрицательный. Но гражданин был согласен с результатом исследования, соответственно, в этом направлении не удавалось. Еще что-то волнует? Если есть вопросы, задавайте. Хорошо. Порядка рекомендует кататься. Вот вы сказали, что примерно 7 человек. А можете сказать, какие автомобили были? Марки? Цвет, можно сказать. Первый был Ниссан, который стоял по улице Щербакова, второй был Рено. У Ниссана был серый цвет, который был белый. Не буду врать, не буду врать, не буду помнить, что у Ниссана Рено. Это точно помню. Там были бы, ну, трое виновника, Субару. Субару? Помню Субару. Просто там модель редкая, опять-таки. Цвет какой? Цвет синий. Ну, скорее всего, просто ошибаюсь. Вы допускаете, что это был не Субару, а Уитсубиси? Я вот сейчас затверняюсь здесь. Не вспомню. Потому что я помню, при общении с гражданином, я тоже, когда брал объяснение, когда писал, что управлял, что это Уитсубиси, 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 Уитсубиси. У меня поправило, что это Уитсубиси, Уитсубиси, Уитсубиси. Я еще оглянулся, когда документы взял. По поводу документов, я не помню, билеты, документы или нет. Машина была непосредственно в зоне видимости. Я посмотрел, что действительно Уитсубиси, потому что модель редкая, и она схожа, между собой Уитсубиси, сюда вот эти модели не схожи, перепутан. Но сейчас я не готов ответить. Хорошо. Если я вам скажу, что по всем материалам дела указан автомобиль Уитсубиси. Значит, Уитсубиси. Потому что, в первую очередь, когда принадлежать объяснение, я перепутан, я разданин поправил, и, соответственно, все, скорее же, подумали, что это Уитсубиси, а он вам указал, что это Митсубиси. Ну, тогда у меня тогда еще на руках объяснение было. Документов не было, потому что, ну, человек не передан на документы, можно их найти. Но у нас есть в патронах автомобиля планшеты, где, ну, забываясь информацией об автомобиле, о данных гражданина, то есть ваниль и имущество, и там есть и фотография гражданина, что это действительно он, и, соответственно, данные по автомобилю. А, учетные сведения? Да. То есть вы установили, что этот автомобиль принадлежит этому конкретно водителю, да? А документы не предоставлены? На тот момент, когда я брал объяснение, нет, я вот не помню, возможно... А почему, какая причина, не помните? Ну, насколько я помню, там было достаточно серьезное ПТ, она то ли перевернулась, то ли, то ли она по-моему была, то, что он был, ну, блок расцарапан, и там он пояснял, что они выпали под бардачком, под солнцезащитным козырьком он пояснял, что вроде не были, и что они, возможно, выпали, ну, не могут войти. Рено, предположим, вылили пассажиры, водитель? Ну, естественно, водитель был. Ну, понятно, да. В коме водителя были еще пассажиры с ним? Я не вспомню, потому что я с другими участниками ДТП особо как бы не общался, потому что я... Почему? Ужедневно. Что? Почему не общались? Потому что с ним занимался напарник мой. То есть он с ним брал объяснение. Но вы же составляли материал, правильно? Конечно. Административный. Вы должны были взять объяснение. Я видел объяснение. Вы, хорошо, давайте я так скажу. Вы, составляя материал административный, брали какие-либо объяснение. Я? Да. Кроме гражданина с водителей других автомобилей не брали. Я же объяснил, когда я брал объяснение Слава, я напарно заглянул на машину, не помню, зачем, я вам пояснил, чтобы, когда он будет брать объяснение других участников, чтобы он взял более подробно. То есть объяснение брал Журман Михаил. Вы мне скажите, вот все, что вы сейчас говорите, это называется слова. Как процессуально вы это оформили? В материалах дела нету за вашей подписью, что вы отбирали объяснение у кого-либо, кроме моего доверителя. Я же объясняю, что у меня правда с ним там написано. Мы выяснили, что там совсем другой материал составлялся в 12-15. Да, это, конечно, нет, что он. Какие-то были устные разговоры, кто-то кому-то что-то сказал. И процессуально вы никак это не оформили объяснениями, что вот этот водитель на кого-то показал, про кого-то сказал. Как это? Объяснение указано. Не указано. Когда мы прибыли на место ДТП, первое, когда мы прибыли на место ДТП, и другие участники указали на Ландриева. Как это оформлено? Вы слышите мой вопрос. Как оно оформлено? Уважаемый суд, я считаю, что это... Стойте, стоп. Вы считаете тот факт... Хорошо. Конкретно вы видели или слышали, что другие водители указывали конкретно на Ландриева, что он управлял мы когда подъехали на место ДТП, мы вместе с напарником вышли с автомобиля, ну, соответственно, подошли к Кольчугу, соответственно, где стоял автомобиль Ландриева, там стояли водители. Соответственно, мы вместе подошли, еще раз, не помню, кто задал вопрос, кто водитель. Соответственно, автомобиль с водителями Ниссан стоял рядом, водитель автомобиля Рено, и, соответственно, Ландриева, они показали, что вот этот водитель с синего автомобиля с виновника. И он подтвердил, что да, я водитель, мой автомобиль, и я управлял автомобилем соответственно я сразу ему объяснил что надо прийти в автомобиль для дачи объяснений все мы ушли в автомобиль какое объяснение дал Андреев что дословно не помню близко к тексту что он двигался к улице Чербакова от улицы ну то есть Андреев признал тот факт что он управлял в тот вечер этим автомобилем в результате чего произошло дорожный транспорт ну вот как бы вот вам ответ я исходил только из обращения самого водителя я сейчас вот хочу услышать лично своими губами ртом он произносил данные фразы что я водитель что я управлял где вы брали объяснение где вы находились в патрульном автомобиле прекрасно вы это точно помните что мы находились в патрульном автомобиле да он вам объяснение в патрульном автомобиле дал хорошо скажите пожалуйста объяснение кто составлял он лично или вы записывали а потом дали ему просписаться то есть он находился рядом я записывал слово после этого было ему зачитано это объяснение и бегали на ему то есть правильно я вас понимаю лично он вам говорил это то что вы написали в объяснение в автомобиле конечно видеорегистратор конечно я с ним вообще видеорегистратор патрульном автомобиле налоговости клёв 0 регистратором пишет аудио-видео запись слева находился я ну соответственно за рулем патрульном автомобиле на бассажирске на сервер гражданин в ангрибе я вас с ним в объяснении скажите у меня вот к вам будет вопрос как видите запись с видеорегистрация постоянно либо вы включаете и выключаете это напишется мы при заступлении когда мы отъезжаем от гиппд от карламикин это где развод происходит девять часов мы выключаем и соответственно девять часов мы выключаем на то есть всю смену она непрерывная потому что ее не заключается а вот можете нам пояснить вот та запись которая приложена к материалам области взаимоправонарушения кем она выполнялась вот именно на диск да вами нет нет материалы после после завершения смены материалу создающими часть там они за смену сортируются то есть кто-то что-то уходит в практику там что-то в дтп уходит и так далее то есть по-моему практика занимается административная практика не я лично нарезал вот видите на ли нарезал вот вы даже сами уже нам как бы просто я вам сразу скажу так чтобы понимали почему вот защитник идет что мы уже вот сегодня исследовали эту видеозапись и она не с самого начала там уже вы уже пишите объяснение то есть нет самого начала как вы спрашиваете так нет и как ехали дтп тоже этого нет у нас не интересует как он не уехали нас интересует это обстоятельство то есть нет того начала когда вы задаете вопросы что он поясняет ландыр что вы разъясняете ему права и обязанности что вы это записываете там вот она начата уже когда вы пишете я не потом передаете вам сделать вопрос поэтому и задаем эти вопросы понимаете не сказали бы тогда что с самого начала момента приезда или нет потому что я не знаю я видел это увидел который он задал вопрос в него и выполняли нарезку видео хранятся на что видео хранятся достаточно много и я думаю это не проблема я думаю что все равно будет отказываться запросите тут там видеозапись начинается именно с того что обсуждается само дтп то есть тот чего как ехал дтп то есть нам не будет речь речь о том кто управлял доверите мне рассказы что я управлял он сидел переднем пассажирском сиденье видел непосредственно кто чего как ехал понимаете хорошо можете назвать источник вашей осведомленности потому что вы говорите о том что вам стало известно о том что мой доверитель управлял транспортным средством от третьих лиц конкретизировать чтоб мы вызвали это третье лицо как минимум установили его потому что вы понимаете вы должны мы должны первоисточник послушать что он говорил правильно вы его поняли что значит водитель собственник владелец и тому подобное конкретно кто вам дал такую информацию кого нужно как первоисточник допросить потому что ваша информация вы не являетесь свидетелем правильно вы не очевидец вы туда приехали когда дтп это уже состоялась а дальше вы слушали чьи-то разговоры правильно я читал объяснение мы тоже читали объяснения объяснениях не конкретизировано кто конкретно был за рулем поэтому у нас и задается такой вопрос еще раз конкретно можете сказать чтобы вызвали между я не помню тех участников я вам при это даже не отчество не помню вторых участников я тем более их не помню уважаемые я хочу обратить внимание что критически нужно относиться к таким показаниям который не может среди не может указать источник но водитель какого автомобиля это мой не сам я что-то повторял уже однократно так все давайте остановитесь я давайте внесу кое-какие пояснения чтобы остановились уже на этом инспектор нам пояснил что он это услышал от водителей транспортного средства рено и не сам личности у нас зафиксированы мы сможем установить далее он пояснил что вандарев подтвердил что он управлял транспортным средством все мне кажется вопрос должен быть снят дальше уже это уже я хочу нашли внимание что данный момент относиться к показаниям нужно критически потому что это все-таки на домыслах и догадках потому что это не есть истина естественно водитель такого не говорили и они такую не могли потому что это обстоятельства они должны должны быть в суде разбираться говорили же непосредственно постараемся у них выяснить пострадавших как-то спрашивали пассажиров и тому подобное обычно когда это серьезно в плане и визуально не надо рассказывать теорию мы не на экзамене вы просто отвечайте на вопрос как я там в этом случае я не вспомнил сын не будет стою себя не говорит вы или пассажиры в автомобиле митсубиси не помню не помню а не исключаете что не могли быть но как-то можно скучать 4 место конечно скажите пожалуйста вот те семь человек это как-то пассажиры водители участники дтп или там вместе и когда ландрих не мог найти документы рядом с автомобилем стояли молодые люди то ли я у него поинтересовался когда я спросил у него что за людям сказал что это мои друзья рядом с автомобилем были друзья потому что мы автомобиль был открыт откуда взялись эти друзья у нас в объяснениях разовались так вы интересовались были друзья автомобилей или не были либо они только подошли я не могу сказать не помню не помню на объяснение штате не помню в кругу семи человек была девушка опять-таки не помню невозможно ну я не особо обращал кто был вокруг меня хорошо когда вы составляли протокол кто-то из них возле автомобиля стоял возле автомобиля постоянно участники дтп я не ввиду из категории которого определили друзья это не я не знаю что сказал ландарев это вы это не истина на данный момент вы это определили категорию друзья так вот скажите пожалуйста кто-то из этих друзей присутствовал при составлении вами порциальных документов может что-то делали я не знаю вокруг машины постоянно ходили находился один гражданин мужского пола с телефона и производил видеофиксацию потому что вокруг машины постоянно могут если вы были так заняты что вы не помните что происходило вокруг я занимался гражданин я считаю что вопрос пассажиров вопрос потерпевших от дтп выясняется в первую очередь потому что в объяснениях водители там рено или там дома автомобиля дают показания что они с пассажиром были а тут что-то как-то мы все это упустили четыре человека в автомобиле среди которых девушка мы когда приехали и спросили кто водитель нам пояснили да это слова еще раз объясняю это должно быть обжорено понимаете все что вы сейчас говорите это все слова вы можете придумывать истории при этом вы увидите что вот это я не помню а вот это вы придумали да не зафикси если бы зафиксировано вопросов бы не было понимаете мы сейчас бы не задавали нам эти вопросы в объяснениях не указано вообще кто был за рулем были ли пассажиры и тому подобное почему с пассажиров не были взяты объяснения почему вами не были взяты не объяснения чего надо было брать объяснение пассажире того чтобы установить истину если установлен каким образом объяснением ландерева и объяснение вторых участников дтп вам дают даже права не разъяснили при составлении объяснений когда отбирали объяснение не при составлении протокола важно все это уже идет вас вы обеспечили возможность моему доверителю воспользоваться ему правами в частности правом на защитника естественно были засчитаны были обеспечить как ночью можно воспользоваться правом на защитника знаю как он должен правом воспользоваться то есть в момент оформления ему было все защитно его права вы предполагаете то что наличие прав это еще не означает что ими нужно одно подоспользоваться то есть это выдело что когда тайство о том что ему нужна какая-то защита юридическая там помощь какая-то и так далее от него этого не звучало то есть такие права разъясняли права на защитное разъясняли конечно вы предлагали воспользоваться услугами зачем разъяснили его права и обязанностям у нас к сожалению это нигде не зафиксировано это и все зафиксировано видео на видео зафиксировано что вы как раз не разъяснили заслались на то что якобы вам ранее разъяснялись при составлении протокола хорошо все я вот уточню вас еще вы уверены что участники дорожного транспортного происшествия указали именно на ландарева а никакого не другого человека уверенность о процент что именно ландарев управлял в вы уверены в том что ландарев признавал тот факт когда я вам объяснение помню что управлял я помню что он признавал что управлял его сам же сознался что до момента дтп это не проспектно все смотрите просто одно объяснение что это же они принципе похожи друг на друга их отбирал ваш напарник вы просто своих доводов не доводов своих пояснениях ссылались о том что все-таки напарник эту обязанность выполнил и там все объяснение указано вот я сейчас зачитаю и вы нам свое мнение просто скажите как свидетеля вот здесь все четко все понятно вот например водитель клещев сергей сергеевич так как ему здесь будет указано управлял а рено логан двигаться по улице туда-туда-туда как-то дата-тата-тата позади двигался другой nissan в районе дом 1016 по улице щербакова 0030 я за угол за долговременно занял крайне правое положение на проезжей части снизу скорость и начал поворот налево на улице шербакова при этом до начала маневра поворота я услышал сзади звуки ударов характерные при ударах металла твердую поверхность увидел зеркала заднего вида приближение света фар двигающегося сзади высокой скоростью автомобиля и почувствовал удар сзади остановившись и выйдя из автомашины я обнаружил лежащий на правом боку на проезжей части автомобиль nitsubishi который допустил со мной столкновение я помог водителю данного тс поставить автомобиль на колеса при этом я двигался на автомобиле с супругой не я не она дтп не пострадали нет помощью не нуждаемся хочу дополнить что водитель нитсубиси до приезда наряд а для поезд все время находился у меня на виду никаких напитков не употреблял как вы думаете про какого водителя идет речь а как это установить во первых он сам подтвердил что он будет водителем нет нет вот и с объяснением на свидетеля какой мы как это выражено здесь смотрите свидетель же но он же не знает установочные данные гражданина правильно не знаю все правильно не можем сообщить какие-то личные почему вы не можете сообщить на тот момент вот смотрите я его спросил кто вам известен из участков процесса вы сказали вот этот человек но я не помню чего-то я попросил человека представьтесь пожалуйста он представился с этого момента вы знаете и так может быть когда от свидетеля отбирается какое-то объяснение и он на кого-то указывает нужно наверно попросить его представьте пожалуйста я иван иван иванов слышали это иван иван иванов иван иванов управлял транспортом да иванова ну все . а тут то личность различного водитель какой водитель кто водитель и эти два объяснения они вот в таком ракурсе здесь не конкретизировано кто был водитель что именно в андреф был водитель понимаете в чем вопрос я понял вопрос я думаю что может быть вам в практике следующем понадобится это я очень только не ждут и опять же вот вы все-таки указали что первую очередь когда вы приезжаете на дорожно-транспортное происшествие вы интересуетесь кто-либо пострадал дорожно-транспортное происшествие нужно ли кому медицинская помощь но вот вам ответили например никто не пострадал никому медицинская помощь не нужно и все и на этом вы успокоились а то есть весь круг свидетелей и не установили кто был с ландеревом автомобиле как его зовут что он поясняет ландрив был за рулем нет не ландрива а кто был за рулем иванов хорошо запишем это же все свидетели все свидетели вот допустим когда ваш напарник отбирал пояснение он указывал здесь была сама супруга здесь указал что со мной никого не было то есть принципе можно установить да кто супруг а вот когда вы от ландрива отбирали объяснение вы ничего не указали что с ним еще кто-то был автомобиля моя мои упущены вот согласно да что это упущение на это поэтому защитника задает вам вопрос что нету есть много провалов что нет ответов на эти вопросы то есть понимаете да что вот как должностного лица это упущение чтобы не установили весь круг не зафиксировали его потому что здесь дело о выстретивном правонарушении последующем будет гражданские правоотношения и везде понадобятся свидетельские показания и вот если в первый день мы не поставили на эту точку потом как это все сделать только если мы вызывать свидетель если меняется например свидетелей мы вызовем может быть они нам дадут какие-то пояснения а как мы вызвали тех свидетелей которые вы не зафиксировали их нету не существует вы же их никак не отразили что они есть возможно за все это внимание потому что ландрифа мне сам пояснил что то есть он не отрицала каким-либо вы увидите свое вы видите а это же не имеет существенного значения признают водитель свою но или не признает там должны быть собраны материала всесторонне объективно полно и там в законе указано что признают водитель вину не признает из признают можно поиск сократить все но нет же так не должно быть вот 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 так вот все и получает поэтому не стоит обращать внимание на то что водитель признает свое не признает вы просто обязаны в силу своих должностных полномочий полно максимально полно потому что вы первый кто приехал из должностных лиц кому в силу закона положено сделать свою работу от начала и до конца чтобы потом никаких вопросов не возникало вы сейчас судебно свидание сами говорит что возьму вот это вот я точно не помню вот это вообще не помню а если вы зафиксировали в принципе вам и помните надо было бы что было бы в материалах а сейчас вы не сможете какие-то обстоятельства вспомнить вы даже вы видите не помните а были ли люди а не были ли они в автомобиле а если бы тогда задали вопрос он наверное дал какие-то пояснения по этому поводу что да со мной было вот столько-то человек таких таких возможно что это короткие объяснения от них отобрали бы что доехали произошло управлял ландерев мы не пострадали дело должно быть рассмотрены полным объемом для того чтобы она была рассмотрена полном объеме мы уже опираемся на первый источник вы являлись первым источником который просто обязаны были все зафиксировать от начала и до конца и нам бы было проще рассматривать эти материалы быстрее и проще вот принципе поэтому вас вызываем по-хорошему вот для чего судьи например ну конечно защита заинтересована в этом чтобы вызвать задать вопросы судья не связан с доводами вот если есть подробный рапорт а вы даже основе на тебя и вы своему начальнику даете такие пояснения форме рапорта то принципе зачем мы вас вызывать если здесь вы уже все написали сложили защитник обозначает меня подождите вот здесь вот есть вот такой вот прогал неизвестно здесь есть вот такой прогал неизвестно и у здесь еще одна неизвестная составляющая поэтому начинается вот зовем вас судебное седание выпал я здесь тратить хотя могли бы находиться на работе и выполнять свои должные обязанности тем более то выходного у вас сейчас потратили а ведь можно было этого избежать то есть мы вызываем это не просто так а значит уже все однозначно к вам возникли вопрос и троги помнили когда мы сюда шли этого на будущее спасибо что пришли